Война в тумане. В Самарской области прошли учения военных специалистов радиационной, химической и биологической защиты. Выгодно всем. Представители турбизнеса Самары Корейского Тханьона подписали соглашение о сотрудничестве. Наука за школьной партой, изобретением самарского старшеклассника заинтересовались европейские ученые. Спрятали в облаке. В Самарской области прошли учения специалистов радиационной, химической и биологической защиты Центрального военного округа. С помощью аэрозольной завесы они спрятали от условного противника крупный железнодорожный узел. Целью маневров стала маскировка важного объекта, рядом с которым готовились к маршу воинские эшелоны. Военные применили термодомовую аппаратуру, в том числе новейшую машину ТДА-3. Аэрозольная завеса действовала в радиусе 5000 квадратных метров. Более час объект оставался невидимым для систем наведения ракет авиации противника. В учениях было задействовано около 2000 военнослужащих из более 20 регионов Урала, Сибири и Поволжья. В Самарском аэропорту задержали мужчину с украшениями. Более чем на 3,5 миллиона рублей пассажир летел рейсом Самара-Хельсинки. Прошел зеленым коридором, но не внес в свою декларацию партию товара. Во время досмотра багажа у путешественника нашли 59 ювелирных украшений и 53 синтетических камня. Мужчина не смог рассказать, откуда взял драгоценности и несколько раз менял показания. В багаже обнаружили и пустые упаковочные коробки, маркированные знаком известного ювелирного бренда. Самарская таможня завела административное дело и направила его в мировой суд Тольятти. Обеспечить информационную безопасность жителей региона. Такую задачу решают совместными усилиями представители всех комиссий, общественной палаты Самарской области, а также силовых структур. В многонациональном регионе недопустимо разжигать экстремизм и ксенофобию. Нужно сохранить традиционные духовно-нравственные ценности. Тема особенно актуальна в преддверии чемпионата мира по футболу. Регион готовится принять большое количество гостей. В ближайшее время разработают план совместных действий. Особое внимание обратят на школьников и студентов, как активных пользователей интернета. Участники заседания отметили, что нужно не просто бороться с информационной угрозой, но и создавать позитивный имидж региона. Все, что вокруг нас происходит, то, что имеет отношение к информационной среде, это, конечно, к сожалению, сегодня зона повышенной опасности. Поэтому защищаться от этого мы должны всем обществом. Белый снег, Волга и широкие просторы Жигулевского заповедника. Привычные для жителей Самары вещи могут привлечь туристов из Южной Кореи. Представители туристической отрасли города Тханьон и самарские туроператоры подписали соглашение о сотрудничестве. На первом этапе оно подразумевает поездки школьных групп в Корею, медицинский туризм и экскурсионные программы. Меморандум в сфере туризма – часть деловой программы корейской делегации в Самаре. Как отметили представители туриндустрии, большой поток туристов наш город ожидает во время проведения чемпионата мира по футболу. И принять их Самара готовится на самом высоком уровне. Для нас, конечно, интересно в этой отрасли, естественно, прием в нашем городе и в нашем регионе в Павловском, развитие связи и, естественно, направление наших туристов в Южную Корею. Что касается обслуживания Самары, я нисколько не сомневаюсь, что туристические операторские компании сделают все для того, чтобы город был привлекателен и чтобы туристам здесь понравилось. Мы обсуждаем планы сотрудничества, и это соглашение будет полезным для совместного развития двух городов в плане туризма. Как в три года раскрыть у ребенка талант архитектора или биолога? Современные подходы к дошкольному воспитанию представили на первом форуме образовательных инициатив в Самаре. Что нового ждет детские сады города, узнала Марина Кравцова. Как вырастить цветок и как на него влияет среда, освещение и полив, как поставить спектакль и создать художественный шедевр. Всему этому учат буквально с пеленок. Свой уникальный проект развития для юных дарований придумали в 188 детском саду Самары. Каждый воспитанник может выбрать, что ему интересно больше всего творчества или наука. Это лаборатории различные, это уголок рисования, где творчество, это уголки конструирования, где дети также могут уединиться и заниматься строительством городов и улиц нашей любимой Самары. Самые успешные разработки дошкольных учреждений Самары обсуждали на первом форуме образовательных инициатив. Уже в 43 детских садах есть свои проектные площадки. Тематика самая разная. Это и поддержка семейного воспитания, развитие талантливых детей, экологическое, трудовое, патриотическое и гражданское воспитание. Инновационный подход к образованию, его качество и доступность, а также новый подход к профессиональной подготовке воспитателей – самые обсуждаемые темы на форуме. Впереди внедрение профстандартов. По-новому будут и учить самих педагогов. Сейчас внедряются профессиональные стандарты, правда не в этом году. Отсрочили немножко их внедрение. В этих стандартах четко указаны те показатели, те критерии, те качества, которыми должны обладать педагоги, включая образование, стаж работы, навыки, компетенции и так далее. На форуме наградили и воспитателей-победителей городского конкурса профмастерства. Лучшие представят Самару на областном этапе конкурса. Марина Кравцова, Григорий Флешаков, События. Изобретением самарского школьника заинтересовались в Германии. Семиклассник вместе с дедушкой создал прибор, на котором можно сверлить отверстие в пробках для колб. Пока установка единственная в мире. С ее помощью создать необходимое лекарство можно гораздо быстрее. С юным изобретателем встретилась Алина Чемерес. Вставляем сюда, потом берем проставку такую, чтобы не портить основное устройство. Зажимаем. Чтобы эксперимент прошел удачно, колба должна быть герметичной, поэтому в пробке должно быть ровное отверстие. О создании установки, с помощью которой его можно просверлить. Ученый Александр Пыжов задумался еще в 80-е. Обычно рассказывает, это делают вручную. Процедура занимает много времени. Плюс есть риск поранить руку. Транспортировать какое-то газообразное вещество в другую емкость. Но вот эта стадия, она в общем вспомогательная. Наше устройство, оно снижает время на эту вспомогательную стадию и увеличивает основное время для проведения каких-то основных химических реакций. Сам процесс доработки, разработки ускоряется. И к людям это лекарство, например, если придет быстрее. Сейчас, когда пробка плотно закреплена в устройстве, просверлить ее сможет даже ребенок. И отверстие получится нужного диаметра. В таком виде прибор появился только в прошлом году и пока он единственный в своем роде. В создании незамысловатой установки ученому помогал первый соратник и верный товарищ, внук Илья. Когда мы сверлили, то сразу выявляются всякие проблемы. Что, например, как сказал дедушка, просверливается дно и скользит она. Ну вот я предложил подставки и чтобы сменная дощечка была, чтобы не просверлить устройство. Семиклассник Илья Янов познает мир вместе с дедушкой. Вместе наблюдают солнечное затмение, изучают божьих коровок, путешествуют. По словам ученого, главное – развить в ребенке любознательность. Благодаря семейному увлечению наукой имя семиклассника уже значится в патенте, которым сразу же заинтересовались в Германии. Они готовы найти предпринимателя, который взялся за производство этих устройств. А для этого мы должны это устройство запатентовать там. Сотрудничество ему готово. Дороговато это стоит. Свою установку, которая пока единственная в мире, разработчики решили передать в дар 64-й школе, где учится юный изобретатель. За ним стоит мощная стена в виде семьи, в виде дедушки, который ему помогает. Ну и сам Илюша, он уже развивается в нужном направлении. В направлении физики. Сейчас он пишет новую работу по астрономии. Теперь Илья занимается разработкой защитного купола для лунной базы, где могли бы жить космонавты. Свой амбициозный проект юный ученый представит в этом году на научной конференции «Взлет», которую проводят специально для талантливой молодежи. Алина Чемерис, Константин Головин, События. Далее коротко о других событиях дня. Каждое второе преступление в отношении детей совершают их пьяные родственники. По данным полиции, чаще всего регистрируются побои. На втором месте – нанесение тяжких увечий. По состоянию на 1 февраля на учете состоят более 3000 родителей, отрицательно влияющих на своих детей. Информацию о проблемных семьях силовики сразу передают в органы опеки. Далее профилактической работой занимаются центры социальной помощи. В Самаре открывается испанский визовый центр. Ранее для получения визы необходимо было обращаться в посольство страны в Москве или генконсульство в Санкт-Петербурге. Визы в Испанию в Самаре перестали выдавать с 11 октября прошлого года. И вот генеральная консульство Испании сообщило об открытии визового центра. Он появится по адресу улицы Партизанская, 86. Открытие намечено на 3 марта. Самара входит в первую тройку туристических городов России для бюджетных весенних путешествий. Один из лучших в мире сервисов поиска отелей определил популярные направления. В среднем туристы тратят на проживание в российских гостиницах 3000 рублей в сутки. Самара занимает третье место в рейтинге недорогих путешествий. В топ-10 также попали Саратов, Ижевск, Смоленск, Пермь, Липецк, Курск, Брянск, Рязань и Киров. Почему Максим Горький говорил, что родился в Самаре и какие впечатления от города остались у Алексея Толстого? О двух классиках русской литературы говорили на лекции в Самарской газете. Историко-кроевический проект, который стал своеобразной образовательной площадкой, завершился. Но редакция газеты готовит новый сюрприз для жителей Самары. Какой? Узнала Марина Кравцова. «Селом я родился в Нижнем Новгороде, духовно в Казани, а как писатель в Самаре», – говорил Максим Горький. В начале творческого пути он работал в Самарской газете, в том числе писал филеетоны. Связано это как раз тоже с его работой филеетонистом, как это ни странно. На самом деле работа эта ему не нравилась, потому что работа филеетониста связана все-таки с вниманием к каким-то негативным сторонам жизни. Но при этом он научился видеть жизнь по-настоящему, то есть он научился ее анализировать. Биографии двух классиков русской литературы Максима Горького и Алексея Толстого связаны с Самарой. В каких произведениях можно найти упоминания о городе и какие здания Самары до сих пор хранят память о литераторах, рассказали в лектории Самарской газеты. Смотр таких вот местных краеведов, писателей, историков – это редкий случай. Но получить как бы маленькое второе образование, вот буквально. Эта лекция стала заключительной в историко-краеведческом цикле. Но впереди жителей Самары ждет новый увлекательный проект – экологический лекторий, который начнут примерно через полтора месяца. В планах рассказ об уникальной природе Самарского края на пленэре. Марина Кравцова, Василий Колдашов. События. А вот о каких событиях мои коллеги расскажут в следующих выпусках. Генеральная уборка Самары. Как пройдет общегородской субботник в этом году. Умный дом. Многоэтажки капитально ремонтируют по последнему слову техники. От чистого сердца. Областному кардиодиспансеру подарили портативный УЗИ-сканер. На этом наш выпуск завершен. Благополучие всем. Увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok